друзья здравствуйте я показываю цветоносы на пангопии кулате вот такие вот они шикарные грозди ну где-то роспуск будет через не 5 свое основное видео я хочу посвятить вот этой вот красавице это стангопия тигрина вот она огромная распустилась сегодня открытие было одновременно два цветка пахнет очень приятный такой запах пряности но никак другие стангопии не похоже ну но очень приятно по если я возьму в руку этот цветок он очень огромный то есть наверно самая крупно цветковая стопроцентная стангопия тигрина покупала или пять назад и очень у меня долго болела приживалась и в итоге узнаю на пятый год зацвела по цветению я поделюсь этой информацией а сейчас как бы основа к этому растению сниму мне уже не страшно и снимать тоже цветок рассел запечатлели в историю как можно видеть здесь всего три бульбы и просто не бульбы не крупные я раньше думала что выдает цветонос и не дает рост получается одна бульба вот она процветает а вторая бульба дала рост дала рост позже чем цветонос растила на цветонос на месяца три сейчас я повешу на место неудобно немножко снимать по поводу введения ее на цветение растения налила бульбу свою тогда мы берем и месяц ее отставляем куда-нибудь естественно не солнечное место чтоб она не сохла чтобы она не сохла и месяц мы ее не поливаем после этого мы ее берем этот сухарик и окунаем в тазик с водой и пусть на часа два стоит напивается и дальше мы ее и поливаем по мере просушки растения и в это время как раз начинает расти цветонос копейных сказать что много ну вот одна вот вторая это что акулата тоже вот он они одновременно цветут одновременно формировали бульба еще вот гибрид у меня есть тоже зацвел вернее не зацвел а дал цветонос это сложный гибрид сейчас я вам бирочку ацинета супербо на сангопии нигра и на сангопии грандифлору вот такой вот цветонос растение тоже не крупная ну хотя сама она крупная но аккуратненько попробую снять вот они бульбы бульбы очень похожи на бульбы ацинета и та же система уведения на цветение созрела бульба месяц не поливаем потом замочили и дальше полив в режиме нормального по мере просыхания естественно выводить на цветение можно только растения готовые к цветению это у которых есть хорошая корневая и тогда уже можно от него требовать цветение потому что есть тангопии я сейчас покажу климатизационные когда мы их получаем тоже растение хорошая уже но вот она полученная весной и от него еще требовать цветение пока не нужно потому что должен быть моток корней в этом горшке тогда вы такое растение я уже могу посадить в такую металлическую корзинку и дальше вы там растить и пытаться ее зацвести для климатизации поэтому вот мы климатизируем ее поснимать и возможно дождь наверное я видео чуть позже продолжу вот здесь наконец-то прекратился чуть-чуть могу доснимать в общем вернемся к тому что пока такие растения год минимум нужно наращивать корневое а потом уже требовать от него цветения и вернемся к нашей красавице с тангопии тигрине очень впечатляющее растение грубо говоря мечта моя сбылась увидев ее цветение цветок не похож на другие с тангопии вот у него вот вот эта вот часть вот эта нижняя ее называют орхидея бык она очень как пластиковая и внутри интересно сделано как домик такая приятная вообще вот цветок можно потрогать на лепесточки вот эти вот которые окрашены грубо говоря тигровый цвет они такие нежные нежные а вот сама вот эта часть очень такая грубая восковая да и очень приятно рядом находиться аромат классный такая красавица зацвела спасибо за просмотр пока пока